ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер, Рейнбек. Добрый вечер. Добрый вечер, приятно вас видеть. Как приятно, что вы специально прилетели к нам. Спасибо за приглашение. И мы знаем, что вы пропустили вечеринку Forbes. Да, присаживайтесь. К сожалению. К сожалению, да. Вам нравится быть в Forbes? Быть с людьми из Forbes? Нравится быть с друзьями. Это просто клуб Forbes. И там не обязательно люди, которые по своему достатку в Forbes. Там просто единомышленники. Я знаю вас давно, наблюдаю за вашей жизнью, за вашим бизнесом. Я вижу, что вы все-таки дружите с ребятами из Forbes в основном. Ну, в том числе. А как так получилось? 23 года в бизнесе, поэтому, понятно, за 23 года в бизнесе и сформировались друзья, которым действительно уже там фактически не одно десятилетие. И жизнь, так сказать, нас много раз проверила, поэтому это действительно те друзья, те единомышленники, с кем приятно проводить время. А правда, что 23 года назад вы начинали свой бизнес, вы привозили из Москвы оргтехнику, калькуляторы, компьютеры? Да, так и было. Правда? Так и было. То есть большой бизнес можно начать вот с такого маленького дела? Ну, это время же такое было. Время, когда фактически разваливался Советский Союз, когда все привыкли, что есть госплан, есть разнарядка из Москвы, и вся, начиная там от бумажки, карандаша, заканчивая там, понятно, ну, на тот момент и компьютеры-то такие были, да, там, калькуляторами, печатными машинками, да, это все обеспечивается из Москвы. И тут в один прекрасный момент этого ничего не произошло, ну, в общем, это все закончилось, и, понятно, образовалась там некая ниша, достаточно свободная, и, в общем, как молодой начинающий бизнесмен, в общем, я это увидел, и это и тема была. Я не единственный, кто этим занимался, конечно, но другой вопрос, что у всех, знаете, тогда схема была, берешь безналичные деньги, их обналичиваешь, и с этим кэшем едешь, например, в Москву, и в Москве за кэш можно было купить, ну, все, что мы, о чем мы говорим, гораздо дешевле, нежели за безналичные деньги. И дальше потом уже везешь снова в Казахстан, в общем, ну, и вот такой вот процесс был, и в то время, конечно, ну, просто чемоданами, чемоданами кэши, это, причем, это же достаточно рискованно было, вот, и я, наверное, один из первых бизнесменов, кто стал подписывать цивилизованные контракты, вот у меня первый контракт был с компанией Оливетти, делал первую конвертацию, то еще в рубли, рубли, валюту, и оплачивал компанией Оливетти, для них это был шок, когда деньги приходили там за три дня, то есть тогда понятие свифт, это было только во внешэкономбанке, и деньги эти итальянцы получали месяцами, например, да, там от российских заводов, там и так далее, а тут, на тебе, молодой пацан приехал, да, там контракт подписали, да, там на первую партию, и деньги вдруг там через три дня. А сколько он был тогда лет? В 20... 22. А откуда такие вот знания, откуда вот эти вот идеи? Да я не знаю, ну, в общем, понятно, в институте это не преподавали, там архитектурно-строительное закончил, вот, промышленно-гражданское строительство, ну, это вот общение, опять-таки, да, там, общение с, ну, в том числе с иностранными бизнесменами, да, там, общение с... 22 года. Ну, да, ну, приехал в Москву, вот вам Оливетти, я пошел, там, так сказать, да. Ну, надо же еще было вам поверить, вам всего 22, это пацан. Ну, а им какая разница, ну, в принципе, контракт подписывается, да, там, по предоплате все забирается, поэтому... Ну, первый миллион когда вас заработали? Рублевые, не знаю, теньговые. Да нет, ну, это, конечно, там, не на Оливете, но вот на вот таких вот сделках по электронике... А сколько вашему сыну лет? 21. Вот он такой же? Клонен к бизнесу, ему это нравится, да, то есть он, в общем, и хорошая... Но вы же занимаете бизнесом? Гоструктуру, вы его не готовите? Нет, нет, нет. А чем он будет заниматься? Ну, я вообще, я никуда не готовлю, я говорю, пожалуйста, вот, чем вы хотите, вы занимаетесь любимым делом, да, вот, получайте ту профессию, которую я даю, такую возможность своим детям, ну, выбирать, что вы хотите. Хотите быть там ботаником, пожалуйста, будь ботаником. Хочешь быть бизнесменом, будь бизнесменом, да. Хочешь быть там, ну, вот, выбирайте профессию. И, ну, я не настаиваю, не давлю, поэтому если сын выбрал, так сказать, продолжать заниматься делом отца, ну, я только это приветствую, то есть я его не заставляю. Он... Ну, надо же кому-то оставить, кому-то доверить. Да, он с первых, так сказать, первых каникулов, да, там, каждое лето работает в компании, причем самых, там, низов начинает и на производстве, и в дистрибьюции, и мерчендайзером развозил. Ну, в общем, и сейчас работает, вот у него год, так называемый сэндвич. Два года учишься, год работаешь, и потом год заканчиваешь. Вот он сейчас год работы заканчивает бренд-менеджером, и снова улетает в Рыдинг, это под Лондоном, заканчивает университет, последний курс. Рыбек, вот в 90-е годы я застала, я все прекрасно помню, у нас появилась такая плеяда молодых, перспективных, красивых, других казахов. В эту, наверное, пятерку, да, ну, вошли вы. У вас какая-то такая рекламная кампания была очень странная, очень иностранная, от вас пахло деньгами уже тогда. Это было так интересно, это было так модно, это было так необычно для нас, которые наблюдали за вами с экранов телевизоров. Почему именно вы попали вот в эту плеяду, золотую, да, пятерку или шестерку, я не знаю. Вы как-то так ворвались вот на рынок, причем медиа, вас сразу стало видно. Это был какой-то запланированный шаг, что вас должны знать? Или это любовь, ну, к славе? Да нет, это просто попытка отрекламировать кампанию, чтобы пришло побольше народу и купило у нас побольше нашей продукции, которую мы там в то время импортировали, завозили, мебель, да, там, электронику, там, ну, и так далее. Вот, вот, вот и все. Просто вопрос был, ну, я считаю, что у меня не было, знаете, вот этого груза, да, там, понятно, застали советское время, да, там, так сказать, вот эту эпоху. Но у меня, к счастью, не было никакого груза, да, там, того, что там, какого-то, вот это нужно так делать, а вот по-другому ни в коем случае нельзя. Ну, я как-то по-молодому, мне казалось, по-креативному подходил, вот, там, к рекламе кампании, да, и так, чтобы продажи увеличены. Ну, кто позволял себе бюджет москвичей, москвичей приглашали, но мы как-то там, наша компания старалась все-таки местными кадрами справиться, там, с медиа как-то все время связаны были, вот. Вот только вы и связаны были, то есть бизнесменов, такое впечатление, как будто бизнесом в Казахстане занимается ровно пять человек. Ну, не знаю, ну, вы знаете, эта задача, мне кажется, это уже вопрос был, ну, так сказать, стратегии кампании, это сейчас мы называем стратегии, тогда мы не понимали, что это стратегия, да, то есть, ну, еще не было, так сказать, ну, каких-то таких вот классических, фундаментальных, там, вещей по развитию бизнеса. Вот, мы просто интуитивно понимали, что надо вкладывать деньги в компанию, надо вкладывать деньги в свой бренд. Да, там, надо развиваться, надо что-то делать. Ну, и, ну, другие тоже зарабатывали деньги, ну, просто вкладывали это немножко в другое. Ну, вы создали свой личный бренд, то есть Рамбек Баталов, это публичный бизнесмен. Ну, тогда, вот, опять-таки, еще раз, начало 90-х, я даже не задумывался, что я создаю там какой-то личный бренд, да, ну, я назвал нескромно, да, там, и то это не то есть. Рамбек Баталов, сколько лет вам было тогда, когда вы нескромно назвали компанию имени себя? Ну, 22. 22. 22 уже? 22. Да, нескромно. Ну, вы не поменяли, то есть вы не сделали ребрендинг, то есть после того, как уже поняли, что... Ну, зачем, уже вложили, да. Уже все знают, Райбек Ботлерс. А какой там смысл, ну, в общем, как-то менять? Ну, вам нравится быть публичным бизнесменом? Мне как-то, вы знаете, я не считаю себя там что-то как-то... Ну, да, я достаточно публичный, но я даже не задумываюсь, нравится мне это, не нравится, то есть вот, ну, я просто... Помогает вам в вашем бизнесе? Я это просто делаю. Я думаю, что наоборот больше мешает даже. Почему? Ну, потому что я трачу время не 100% на свой бизнес, а все-таки трачу время еще и... Ну, зато вы защищаете свои интересы. Ну, защищать свои интересы можно далеко не публичными, так сказать, выступлениями, а... И это даже наоборот, ну, иногда мои выступления бывают, ну, не нравятся кому-то, да, там, и так далее, то есть... Тем не менее, от вас каких-то вот прям совершенно там оппозиционных спичей никогда не было, да, то есть в отличие, допустим, от вашего друга Булата Билова, да? Ну, он ушел в политику, я в политику никогда не уходил, я всегда отвечаю на вопросы там... Можно обсуждать экономическую политику, да, там, можно обсуждать вопросы там административных барьеров, можно обсуждать вопросы там нашей там отраслевой политики, там, не знаю, там, в сельском хозяйстве, в промышленности, там, в каких-то других индустриях. И, ну, я считаю, что здесь я говорю достаточно открыто и, ну, и достаточно прямо. То есть политика вас вообще не интересует? Политика меня не интересует, я считаю, что это, ну, вот политика занимается политикой, да, а бизнесом должны заниматься... Ну, а как же защитить свой бизнес как раз посредством политики? Ну, у нас в парламенте есть люди, которые пришли в политику для того, чтобы защитить свой бизнес. Говорят, там больше возможностей. Ну, вы знаете, не обязательно быть депутатом или быть там... Министром, например. Министром или членом правительства, чтобы защищать свои интересы, да, то весь мой бизнес, который есть, он абсолютно не зависит от, я имею в виду, от бюджетных средств с точки зрения потоков, да, то есть мы там не участвуем в тендерах, мы не занимаемся, да, там, ну, то есть мы не используем бюджетные средства с точки зрения как сбыта. То есть вам не приходится звонить? Ну, для этого не надо быть... Или дружить с депутатом? Вот половина правительства, наверное, да, это как раз-таки люди, которых, ну, в общем-то, я знаю уже, наверное, точно больше 10-15, а некоторых и больше 20 лет. Поэтому, ну, страна-то у нас маленькая, все мы друг друга практически знаем, и поверьте мне, там много наших друзей, которые абсолютно не публичные, но они точно так же, как и я и мои коллеги, которые более публичные, заходят в те же самые кабинеты и, если им необходимо, обсуждают те или иные проблемы. Ну, тем не менее, Рейнбек, вы 10 лет назад возглавили форум предпринимателей, да, то есть вас интересует общественная деятельность, общественная жизнь. Вас можно всегда встретить на заседаниях, в правительстве. Я вас часто вижу в Астане, например. Я так понимаю, что вам интересно все-таки политическая жизнь, общественная жизнь? Ну, вы знаете, это моя как чарити, да, там, как социальная ответственность, я считаю. Ну, как бы это там высокопарно не звучало, но я считаю, что мы сами можем себе помогать создавать условия для развития бизнеса. Это не означает, что исключительно для одной компании, да, то есть если идут какие-то программы по развитию, то, ну, отраслевые, например, да, там, не знаю, развитие молочной отрасли. Это не означает же, что только исключительно эти условия делаются под одну компанию, там. Это делается под... Ну, в том числе и для вашей компании. Безусловно, я... Отстаиваете личные интересы. Я отстаиваю интересы отрасли или интересы бизнеса, ну, и понятно, что, ну, и здесь мои личные интересы тоже присутствуют, да, то есть это естественно, это и понятно. Вот, поэтому, ну, вот я как-то зашел на эту стезю, да, там, так сказать, да, там, вот этой вот общественной жизни и как-то сойти с нее не могу, потому что, ну, какие-то обороты уже набраны, какие-то, какой-то опыт накоплен, и я могу так сказать, что, да, у меня там большой практический опыт и большой опыт, ну, в общем-то, в этой общественной жизни, потому что времени действительно предостаточно провожу в этих кабинетах, вижу, как и знаю, не хуже, чем чиновники, как вообще формируются эти документы, нормативно правовые акты, и разрабатываются условия, там, и так далее, и так далее, поэтому, ну, вот мне гораздо легче, ну, так сказать, и давать советы, и давать рекомендации, и давать предложения, потому что они из практики, и из знания, так сказать, государственного сектора. Ну, и самое главное, вы владеете информацией, да? Вот это важно, я считаю, да, что с поля владеете информацией, чего нам не хватает, кстати, и для госорганов. А чем вы гордитесь? Вот вы как бизнесмен-общественник, что вы продвинули, да? Ну, так сложно сказать, потому что мы, ну, практически во всем участвуем, но могу так сказать, что большую работу, которая вот идет по сокращению административных барьеров, вот на 30%, то, что президент инициировал, и это сделано за последние, там, я думаю, 5-7 лет, очень даже прилично, вот, и она, может быть, сразу так не видна, но, ну, действительно, очень много сокращается, к сожалению, там, заново это что-то, новые барьеры появлялись, но сейчас есть там некий закон, который ограничивает, да, новые нормативно проведения, новые административные барьеры, вот, ну, и вот мое личное участие в этом, оно было достаточно активно, и форума предпринимателей, национальная палата, безусловно, но костяк людей, которые, так сказать, с госорганами сидели, там, день и ночь сидят, по сокращению, это программа нескольких лет, это, это вот, ну, нашей организации, да, там, моих коллег вместе, поэтому... Но эффективнее вы бы это делали, может быть, в парламенте, раз уж вы так много времени все равно тратите? Ну, вы знаете, я не хочу бросать свой бизнес, и я считаю, если в парламент уходить, ты должен заниматься, да, там, законотворчеством, но я занимаюсь... Вы недостаточно заработали, и хотите еще больше заработать? Я хочу развивать свой бизнес, да, вот, еще раз подчеркиваю, мой бизнес... Ну, 23. 23? Сколько можно его развивать? Ну, и там еще поле непаханное, еще развивать и развивать, и детям, и внукам хватит развивать, потому что... Скажите, а для того, чтобы продать молоко, оно обязательно должно быть высокого качества, или должна быть очень хорошая, грамотная, ну, пиар-компания, рекламная акция и так далее? Мне просто интересно, когда я хожу в магазин, какое молоко выбрала бы я? Наверное, я бы выбрала молоко белорусское. Мне почему-то кажется, что оно более добротное. Вот это чисто... Вы как потребитель говорите. Да, я как потребитель, да. Вот как доказать, что наше лучше, чем белорусское? Есть вопрос. Почему? Потому что вы сейчас говорите о доверии потребителя к продукту. Да, когда наливаешь молоко казахстанского, мне кажется, оно жиже, голубого оттенка. Всегда кажется, что что-то не то. Ну, знаете, почему мне кажется, это кажется? В том числе, потому что во всех средствах массоинформации мы там с разных источников читаем. Батька молодец, вот он свою молочку, да, там, так сказать, там еще он сам, как бывший председатель совхоза распределяет. Так оно, на самом деле, так оно и есть. Он говорит, это молочно-товарная ферма, да, там, совхоза такого-то, отправляешь молоко туда, а это отправляешь туда. И вот это вот государственное, так сказать, регулирование, оно до сих пор там сохранилось. И, откровенно говоря, белорусы молодцы. Они действительно сохранили, ну, так сказать, стадо молочное, да, то есть вот эти вот старые советские фермы, и более того, они их еще и развили. Поэтому мы, как обыватели, прекрасно знаем, что, да, в Беларуси молодцы, они там, вот, молочно-товарные фермы, да, там, хорошо. У нас, к сожалению, об этом не скажешь, да, там, на пальцах одной руки, там, Зинченко, там, и еще несколько человек, которым мы знаем, что у них есть какие-то фермы. А вы знаете хоть одну ферму в Алматинской области, например? Я, кстати, хорошо знаю, где фермы, потому что мы там в кино все время снимаем. Я знаю все фермы, я знаю, в каком они состоянии. Я все это вижу. Поэтому у вас и такое впечатление, что... Да, да. Я, наоборот, беру казахстанское, потому что, мне кажется, пока придет из Беларуси... А ты съездил на ферму под Алматой. Посмотри на этих коровок. Ну, мы, к сожалению, вот это вот, вот, у нас драчка идет, да, у производителей за это хорошее молоко. Где вы берете молоко? Мы берем их у крестьянских хозяйств. Под Алматой? Под Алматой, у личных подсобных хозяйств. И мы вынуждены брать их у киргизских фермеров. Вы представляете, вы берете их у каких-то маленьких этих, да, вы всех коров проверяете вообще? И чисто элементарно. Вы знаете... У вас много точек. Совершенно верно. И вот, вот, что отличает наши точки, да, и нашу приемку, мы в наших точках, у нас стоит оборудование, которое лаборатории, небольшие лаборатории, которые проверяют качество. Дело в том, что туда идет молоко только первой категории. А психологически какая должна быть картинка на упаковке, чтобы человек захотел это купить? Вы, ну, как бы, скорее всего, вы точно отслеживаете эти моменты. Вы знаете, вот мы сейчас, это еще наш один такой общественный проект, который мы, кстати, сделали такое, как медиасопровождение, журнал-эксперт, ну, как реалити-шоу. Мы хотим развить кооперацию. Что такое кооперация? Мы хотим, чтобы... Мы не хотим идти в молочно-товарные фермы сами, но мы хотим, чтобы ферм было гораздо больше. И вот... А что, молока не хватает, что ли? Конечно, не хватает. Не хватает, да? Да, вот поэтому мы везем молоко, в том числе, из Киргизии, от киргизских ферм. Ну, благо, это не так далеко относительно, да, там, 300 километров. Не успевают прокисать? Нет, нет, там такие современнейшие танки, да, которые там охлажденные, ну, то есть, вот, в этом плане все нормально, слава богу. Вот. И какой программой мы сейчас занимаемся, да? То есть, мы хотим, чтобы действительно те государственные программы, которые есть, потому что бы там ферму построить или там, да, там, помидоры посадить, теплицу сделать, чтобы они действительно работали. И вот мы взяли несколько фермеров, у которых там по 20, по 50, по 70 голов, и они по государственной программе, вот, на 100-200 голов ферму. И мы с ними за ручку вместе пошли, ну, во-первых, мы им проекты еще раз со своей стороны выделили людей, финансистов, наших специалистов, мы им эти проекты улучшили, да, то есть, мы там снизили капексы, то есть, там, ферма стоила 100 миллионов, теперь она стоит, там, 50-60 миллионов. Ну, то есть, вам не выгодно иметь свою ферму? Это отдельный бизнес. 100 голов. Вы знаете, это отдельный бизнес, я считаю. Вот мы хотим помочь многим фермерам, чтобы они действительно, чем больше будет фермеров, у которых будет 100 до 100 голов, тем для нас будет, для переработчиков это гораздо лучше. Зачем это вы посадили сад? Мы взяли, мы взяли, я сейчас расскажу, мы взяли вот этих фермеров, фермер Аманжолов, например, вместе с ним вот сделали, улучшили его проект, вместе с ним пошли по всем этим нашим институтам развития, банкам, там, сказать, и с чем мы сталкиваемся. И это, в общем, такая точно достаточно интересная история, вот насколько все-таки наши государственные программы, ну, так сказать, они требуют доработки с точки зрения, чтобы они были востребованы бизнесом и бизнес мог ими воспользоваться. Поэтому мы хотим развивать кооперацию вокруг завода и помогать, чтобы больше фермеров было. И тогда, ну, это причем, это нормальная классическая схема, в том числе европейское развитие кооперации. Это нормально, да, то есть вот мы как переработчик, мы развиваем. И когда вы будете знать, что у компании Рейнбек действительно это большой кооператив, где есть прекрасные фермы на 100, на 200 голов, может быть, на 1000, на 2, на 5, и мы для них делаем гарантированно сбыт, и это действительно натуральное молоко. Причем мы на упаковке, ну, это я вам секрет пока рассказываю, да, но это будет вот в ближайшее время, у нас будет перечень ферм, которые нам поставляют. Рейнбек, скажите, а то молоко, которое мы пьем, это порошок разбавленный или это натуральное молоко? Нет, это натуральное молоко, но я вам скажу, что вот здесь тоже есть некие иллюзии, да, не бывает, чтобы корова давала 1%, 2%, да, там, 5% и 6% молоко. А сколько процентов на самом деле натурального молока? В натуральном молоке, который только что с коровы? Нет, нет, оно, вот если оно слишком жирное, то этот жир убирается, то есть оно все равно, так сказать, это технологическая норма, которая, так сказать, ну, в общем, регулирует эту жирность. Нет, ну вы же разбавляете это молоко, то есть вы купили литр молока у фермера, да? Да. То есть вы же не этот литр молока переливаете в пачку? Ну, фактически этот литр молока и переливается. То есть переливаете, да? Да, конечно, конечно. Ну и добавляете консерванты, чтобы хранить как-то вот месяц. Да нет, оно, там даже не консервант идет, оно просто либо по стерилизации, либо стерилизация, да, то есть идет, оно все равно идет, конечно, нагрев, ну, так же, как и мы дома кипятим молоко, только это там такое вот, буквально там на секунду несколько, да, то есть, и, ну, это во всем мире один и тот же технологический процесс. Но это не порошок. Это не порошок. Давайте поговорим о другом вашем бизнесе, это же ведь одно из направлений вашего бизнеса. 20 лет назад вы занимались калькуляторами, да? Сегодня ведь у вас очень много направлений. Ну, да не много, несколько буквально. Вот помимо молока мы знаем, что вы производите соки. И я помню даже, как мы с моими коллегами ездили вместе с вами в Румчи на открытие завода. Это было лет, ну, я не знаю, 15 назад, наверное, да? То есть вы открывали завод в другой стране, тогда вам было сколько лет? Ну, где-то лет 30, да, наверное? То есть, ну, вы уже такой амбициозный парень, вы уже тогда открывали завод в чужой стране, еще и в Китае. Мы, к сожалению, его не так давно продали. А продали почему? Продали, вы знаете, почему? Ну, у нас бизнес там пошел. И мы действительно, построив завод, начали свою продукцию продавать, наверное, где-то там в 6-7 уже китайских провинциях. В принципе, там, ну, в общем, там были достаточно как премиальные соки, соково содержащие напитки. Но, к сожалению, наступил кризис, да, тут 8-го года, 9-го года. А бизнес в Китае, он требует достаточно серьезных вложений, гораздо больше, чем вложений, ну, там, на небольшом казахстанском рынке. И основное финансирование у нас шло, конечно, из Казахстана. Вот. И, к сожалению, с этим финансированием действительно стала проблема. Вот. И, ну, а как бизнес без, так сказать, без финансирования? И мы вынуждены были потихонечку, потихонечку... То есть, вести бизнес дома легче? Всегда легче, конечно, дома бизнес вести. И, ну, и можно вести и вне дома бизнес, да, то есть, это, в принципе, хороший опыт. И мы дверь не закрыли в Китае. Мы сейчас, кстати, начинаем туда... Вы сказали, мы вернемся. Мы еще вернемся, и мы уже снова начинаем экспортировать уже нашу продукцию в Китай. И мы очень серьезно работаем над сырьевой базой. И мы знаем, как надо заходить на Китай. И мы абсолютно уверены, что в Китае есть будущее казахстанского бизнеса. Вот вы, как бизнесмен опытный, да, как человек из Форбса, советуете каким бизнесом заниматься? Я бы вообще порекомендовал все-таки какого-то опыта сначала набраться. Потому что, ну, некоторые ребята есть, которые в студенческих... Вы же не ждали. Да, будучи... В 22 года сразу в Москву за калькуляторами... Времена были другие, да? Времена другие были. Ну, вы знаете, вот, мне кажется, когда говорят, что вот, ну, тогда это было легче, вот, вот точно не легче. Ну, мы соберемся с вами через 10 лет и будем вспоминать, 10 лет тому назад, да я бы там мог бы вот совсем по-другому, там, и так далее. Или вспомните сами, да, там, ну, там, 10 лет тому назад, да, какие возможности были с сегодняшним опытом, с сегодняшним жизненным опытом, с сегодняшними знаниями, да, там, конъюнктурой, которая... Ну, вот, и все мы начинаем немножко, вроде как, локти кусать. И тогда, начало 90-х, это точно так же, это вообще было, ну, в общем, хаос определенный, да, там. Ну, не было контроля со стороны государства, такого? Вообще золотые времена в этой части, вот точно золотые времена. Были свои плюсы, были свои минусы, вот, поэтому, ну, и тогда было это тяжело. Это не так сказать, что, да, там, большой разницы нет, что тогда после, да, там, в 22 года, что сейчас. Но у вас было больше возможностей, вы могли заниматься любым бизнесом, и все бы пошло, потому что все ниши были свободные. Ну, кто так сказал, так все равно была конкуренция, да, не у всех получалось купить и продать ту или иную продукцию. Это, ну, были свои сложности, да, то есть там не так просто было, что ты купил печатные машинки, да, там, привез их и там свистнул, и, в общем, приехали, все у тебя скупили. Ну, надо было ходить, продавать, договариваться. Другой вопрос, что, ну, мне кажется, что сейчас уже риски просчитываешь совершенно по-другому, знания получаешь совершенно другие, потому что, действительно, ну, уже и есть на что посмотреть, на опыт. У нас не на кого было смотреть, то есть мы там первые пионеры, да, первопроходцы. Ну, вот было государство, государственные компании, и все. И вот мы вдруг стали бизнесменами, да, там, частными, ну, конечно, и не было никакой истории, поэтому я не сказал бы, что это... Бордовые пиджаки носили? Площадины? Никогда, никогда, я никогда не носил. Вы, кстати, всегда были стильные мужчины. Бордовые пиджаки я никогда не носил, хотя где-то к этому цвету, может быть, что-то там похожее было, ну, в общем, смотришь фотографии, конечно, с начала 90-х, ну, и, в общем, смеешься, улыбаешься, думаешь, ой, какой галстук там, или там, какие там штаны там, или еще что-то. А мне вот интересно, во что вы вкладываете свои деньги, заработанные сейчас? Да в этот же бизнес и вкладываю. Вы знаете, бизнес – это болото, я извиняюсь, да, но оно постоянно требует, там, производство то же самое, да, это вот, ну, вроде там, условно говоря, какое-то накопление произошло, но вот тебе оборудование надо менять, да, там, производители вечно делают новые какие-то технологии, ну, все, ты должен не отставать по упаковке, ты не должен отставать там по какому-то там другому технологическому процессу, ну, и так далее. Ну, какую-то прибыль можно взять? Ну, там, на жизнь-то можно, конечно. Еще у вас есть сети магазинов, где говорят, можно купить самые дешевые продукты? Это уже такой гипердискаунтер, да, то есть это немножко другой формат, где мы работаем на объеме. А как же органическая еда? Сейчас так модно кушать органик. Вы знаете, мы стараемся, чтобы это действительно, я лично этой программой занимаюсь, да, там, за уши вытаскиваем крестьян, вот, ну, там, та же самая, там, Алматинская область не даст соврать и Аким области, и Аким и районов, да, то есть мы реально, вот, тащим за, вот, говорим, мы даем полку бесплатно для фермера, да, вот, который выращивает там лук, не знаю, помидоры, мясо, но это реальная проблема, это реальная проблема, вот, поставить, причем мы бесплатно брендируем, да, вот, у них, конечно, ну, мы их прекрасно понимаем, они говорят, у нас не хватает денег на упаковку, у нас не хватает денег, там, на то, чтобы это все переработать, помыть, привезти, там, да, там, хранить частично, да, потому что это же не так, всю партию приехал и там изгрузил, хотя мы прям с грядки забираем, вот, то есть им не хватает вот этой вот логистической инфраструктуры, им не хватает оборотных средств, которые мы эти прекрасно проблемы понимаем, сейчас пытаемся тоже как-то им в этом вопросе помочь, но мы с удовольствием готовы, ну, то есть, еще раз подчеркиваю, вы заедете, вы увидите, что каждая продукция, если она от фермера, ни копейки мы с них не берем, мы, то есть, это делаем абсолютно, бесплатно, мы брендируем, что это с крестьянского хозяйства, там, такого-то, там, например, да, там, село Маловодное, да, там, Алматинская область, крестьянский хозяйство. А вы сами это все любите? Я с большим удовольствием мы это и покупаем. Просто я почему спрашиваю, Роми, потому что вы создаете впечатление человека-курмана, который все-таки предпочитает кушать в мишленовских ресторанах. Я люблю вкушать вкусно и точно кушаю в хороших ресторанах, и, ну, в общем, я считаю, это, ну, вот, мне это нравится. Но и я, и моя супруга тоже ходит и в Есентай, и в том числе, там, макароны. Мы не покупаем макароны в Варзане, да, мы покупаем, ну, там, итальянские макароны, условно, да, там, совсем другого бренда. Но если мы говорим про какой-то вот фреш, да, там, овощи, мясо, да, там, фрукты, ну, то, что, так сказать, там, элементарное бакалея, но это мы действительно берем в Варзане. Рейнбек, вы спортсмен. Ну, люблю спорт. Вы занимались в молодости спортом, да? Ну, да. То есть вы даже кандидат, по-моему, мастера спорта, да? Ну, я вообще мастер спорта. А, мастер спорта. Был членом сборной Казахстана по подводному плаванию, вот, там, ну, там, Казахстан и многие чемпионаты выигрывал. Ну, в Союзе я где-то второй был, наверное, вот. В Союзе? В Союзе, да, по своему возрасту и по тем дистанциям, на которых я плавал, это стаирские дистанции, полторы тысячи, восемьсот, ну, и там, четыреста, моя любимая. То есть поэтому у вас такая любовь к спорту, да? Ну, она как-то привилась у меня там с детства, в общем, два раза в день. Вы до сих пор занимаетесь спортом? Да, регулярно. У вас, кстати, маленькие дети, сколько им лет? Старшему 21, это... Нет, у меня дочери старше 22, сейчас будет сыну 21, и младшим трем детям дочери 6 лет, младшей дочери 4,5 и младшему сыну 1,5. То есть он многодетный отец? Ну, пятеро детей. Какого себя ощущать в таком достаточно зрелом возрасте? Молодом. Ну, зрелый, в общем-то. Молодом. Молодом, хорошо. Для мужчины молодом, для женщины зрелым. Да, окей. Это другие ощущения. Совсем недавно у вас родился ребенок. Какие ощущения? Да, это другие совершенно ощущения. Вы могли бы стать спокойной дедушкой уже в вашем возрасте, в общем? Ну, в общем-то, да. И я как-то даже уже готов к этому. Но это совершенно другие ощущения, потому что одно дело, когда ты в 20-летнем возрасте, да, и чего бы мне там 20-летние не говорили, самые мудрые ребята, да, там, я там себя считал вроде там неглупым парнем. Но это все равно, это другое понимание, это другая суета, это, ну, в общем, ты не ценишь, не кайфуешь, да, от этого общения, от этой реакции малыша, от первых каких-то слов, да, там. Но вы как это делаете? Вы все время на работе, занимаетесь общественной работой. Вы это делаете как, промежутками? Пришел домой, быстренько понюхал и спать? Или вы действительно занимаетесь ребенком? Я вот стараюсь, и мои друзья об этом знают, я действительно стараюсь реально уделять время детям, несмотря на то, что есть бизнес, там, есть там общественная работа. Ну, ночью вы встаете? Ночью я встаю, и утром в школу и в садик я провожаю, и, в общем, ну, я все делаю. Провожаете или отвозите? Нет, нет, я провожаю, я провожаю, отводят, отвозят, ну, слава богу, мы там со школой живем совершенно буквально рядышком-рядышком, поэтому, ну, я сам встаю и все это делаю. Здесь я точно не филоню, не... А какой у вас метод воспитания? Где-то со временем, понимаешь, ну, наверное, где-то что-то неправильно было, когда там что-то со старшими. Сейчас где-то начинаешь думать, ну, вот там, может быть, действительно, где-то надо быть помягче, а где-то, наоборот, надо быть пожестче. Ну, как-то, и там с супругой постоянно смотрим какую-то там в этой части литературу, там, как воспитывать девочек, как воспитывать мальчиков, ну, несмотря на то, что вроде как у меня там опыт какой-то есть. Ну, всегда подчерпываешь какие-то интересные вещи, да, там, ну, сейчас в соцсетях, да, там, куча всяких разных, так сказать, да, там. У нас в гостях была Ружан Саин, у нее две девочки, и она сказала, что он совершенно их не балует, нельзя баловать детей. Настолько острый и, мне кажется, актуальный вопрос для всех семей, да, там, для разных семей с разным достатком, потому что наш социум, к сожалению, да, там, вот он такой вот, сейчас из крайности в крайности где-то, да, и у нас, к сожалению, вот, ну, очень много действительно вот этого вот как-то кичения своим достатком, да, там, какие-то... Это очень на детях появляется. Я считаю, что мы очень негативно влияем таким образом на детей, а это почему происходит, да? Ну, первое, потому что я считаю, вот, мы просто недостаточно времени уделяем детям. Ну, я никого сейчас не осуждаю, мне кажется, почему это происходит, да, вот, есть одна категория родителей, которые, ну, так сказать, уже ладно там отвязаться, вот тебе, вот тебе и это, причем там ребенок придет и скажет, вот, там, у кого-то что-то появилось, на тебе и это, и другое, и третье, и десятое, и, в общем, стопа нет. И нет объяснений, что это нужно тебе, это не нужно, да, вот, ну, какие-то... И мне кажется, что надо с детьми чаще разговаривать, объясняться, да, там, понимать, что происходит. И вот это очень важный момент. И я, по крайней мере, я стараюсь так, да, там, и моя супруга, то есть мы пытаемся какой-то баланс. Нельзя, мне кажется, из крайности в крайность, да, там... Но вы покупаете платье, дочери, платье от Диор или вы покупаете платье от Бенетон? Вы знаете, в Ачиндеме мы покупаем платье, да, ну, нам, у нас есть подарки, нам кто-то там дарит, и, ну, вот, мои дочери, не знаю, маленькие, я имею в виду, они не знают, там, что такое, там, Кристиан Диор или, там, Дольчик Абрана. А старшая дочь, она может себе позволить шубу из Соболя в 20 лет? Она может себе позволить определенные вещи, и вот я стараюсь, ну, некий какой-то баланс выдержать, да, там, чтобы... Ну, она живет в социуме, понятно, что она не может, ну, так сказать, да, там, и я считаю, неправильная ребенка там ограничивать в чем-то, и есть возможность, но так, чтобы там, да, там, уже от жиру бесились, как говорится, да, там, вот этого, там, того, там, того десятки, того десятки, ну, этого у меня нет. Вы женаты на очень красивой женщины, она певица в прошлом, и с тех пор, как она вышла замуж, она пропала с экранов телевизоров. Это было ваше ультимативное такое решение? Да нет, я... Ни сцена, ни шоу-бизнес, ничего? Нет, это ее личное решение я абсолютно не давил никак, ну, у нас, в общем-то, и дети появились, и надо сказать, что она действительно очень хорошая мама, и уделяет реально очень много времени воспитанию детей, вот, и над собой работает в этой части, ну, мне кажется, что вот, ну, как мама, она, так сказать, ну, молодец. Ну, она же творческий человек, наверняка она хочет все-таки, это же тяжело вот так вот быть певицей, быть на сцене, уйти в материнство, ну, даже уходя в материнство, женщина понимает, что вот я сейчас побуду мамой, дети вырастут, и я снова куда-то вернусь. И, в общем, никакие бриллианты и шубы не спасают... Не заменят. Не заменят и не спасают состояние, ну, творческого человека. То есть вы же видите, что она творческий человек, она же не может... Она творческий человек, и в ней, так сказать, это бурлит внутри, и разные идеи пока, так сказать, обсуждаются, но... Ну, вот у нас малыш, да, там, ну, полтора года, ну, в общем, у нее уже... Сейчас она кое-какие идеи сама, так сказать, вынашивает, обсуждает, и... Ну, так достаточно фундаментально пытается подойти, ну, к тем идеям, которые обсуждаются, пока не могу о них сказать. Ну, то есть мы можем, мы можем все-таки опять встретить ее на сцене. Ну, нет, нет, они не связаны с сценой. На телевидении. Да, они вот связаны где-то действительно с творчеством, с каким-то, да, там, в общем... Благотворительность возможно. Если бы я пригласила вашу супругу сниматься в кино, в главной роли, к примеру, 30 съемочных дней, где-то под Алматою, на ферме... Ну, сложновато. Но, а она хочет. Вот как вы этот вопрос решите? Ну, будем договариваться. Ну, это возможно? Возможно. Да, ну, все возможно. Поэтому, я еще раз говорю, я в данном случае, так сказать, и не давлю, и ни на чем не настаиваю. Я считаю, ну, ко всему нужно созреть. Да, и вот, когда ты созреешь, уже там... А вот у женщины мало времени. Пока зреешь, можешь опоздать. Ну, есть такое, ну, в общем... Рейнбек, интересно, какой вы муж? Ну, это спросите не у меня. Мы, к сожалению, сейчас не можем спросить у вашей супруги. Вот вы сами, как вы думаете? Хороший вы муж? Ну, не знаю. Неплохой, мне кажется. Глядя на вас, складывается впечатление, что вы человек, который каждый день работает над собой. То есть, Рейнбек Баталов в 2014 году, в 2015, это уже совершенно другой, то есть, постоянно такой апгрейд, апгрейд, апгрейд. И мне кажется, чтобы быть рядом с таким мужчиной, нужно постоянно работать над собой, женщине, чтобы она оставалась вам интересной. Ну, и у мужчины, между прочим, да, очень серьезный стимул. Это женщина, которая рядом, и которая тебя, так сказать, да, там и мотивирует, и подталкивает, да, там, ну, на какой-то апгрейд, как вы говорите, да. Вот, ну, в общем, я по себе-то как-то трудно судить, но вы правы, это вот улица, мне кажется, с двухсторонним движением, да, и в этом и есть, наверное, да, там, ну, какие-то правильные семейные отношения, да, там. Ну, в общем, ты должен дома, с удовольствием домой приходить, да, там, и с удовольствием дома находиться, и тебе должно быть интересно, и с той спутницей, которая рядом, ну, это вы правы, абсолютно. Ну, вот мы с вами встречаемся накануне нашего национального любимого праздника, да, накануне Наурыза, вот как вы отмечаете этот праздник? Ну, мы, как отмечаем, в общем, в нашей одной традиционной, так сказать, области под названием Арабские Эмираты. То есть на русском же вы не пьете? Ну, ну, и там это уже все есть, в общем-то, нет, да мы, конечно, ну, это семейный праздник, в первую очередь, да, и мы отмечаем это семьей. Просто не в стране? Нет, и в стране, и потом и не в стране. Ну, то есть это традиция, Наурыз, Дубай? Ну, да не обязательно Дубай, но как-то так вот складывается. Ну, лишь бы не дома. Да, мы дома немножко, а потом уезжаем, но не всегда, не всегда, то есть сейчас у нас просто первые каникулы детские, они как раз попадают на Наурыз. А у нас вот у меня... То есть билет уже куплен. Да, дочери, которой 6 лет, вот она в предшколе, это ее первые каникулы, до этого мы практически, ну, чуть раньше там куда-нибудь уезжали. Ну, то есть у нас мы гибкие были там по графику, сейчас же, получается, мы теперь привязаны снова к каникулам, и вот вынуждены... Еще долго будете привязаны. Теперь уже, да. Наурыз это Новый год, да, ну, по-казахски. И интересно, вот ваши планы, да, на этот год? Ну, я как-то, знаете, я планирую, ну, вот советско-традиционный, так сказать, календарный Новый год, но весна, понятно, что это вот... Обновление. Это обновление, пробуждение, да, и то, что вот наши предки действительно вот, ну, это, я считаю, это просто вот, ну, это правильно было, да, тут органично, когда весной, это вот новая жизнь. И, безусловно, весной, даже, по крайней мере, если ты планы, которые построил, там, условно говоря, в начале года, в конце календарного года, то весной они вот как-то всегда корректируются. И вот весна, она дает действительно вот, ну, определенный, мне кажется, знаете, такой вот эмоциональный толчок, положительный эмоциональный толчок. Есть моменты, где, там, ну, в общем, что-то не получается, или еще, но весна, она дает возможность, так сказать, да нет, это все получится, мы это сделаем и сделаем еще лучше, там. Робек Баталов позитивный бизнесмен. Абсолютно. Ну, мы желаем удачи, поздравляем вас с праздником. Спасибо вам. Вас с праздником. Да, хорошо вам отметить. Спасибо большое. Не на родине, правда. Спасибо большое. А скажите, ваш любимый отдых где, в какой стране? Да дома, откровенно говоря. Вот вообще самый любимый отдых это дома, когда ты пришел, и вот я не лукавлю, да, то есть это не где-то за рубежом на море или на лыжах. Вот для меня лично это дома, в кругу с детьми, и когда там дома, вот она домашняя еда, и никуда не нужно там что-то там бежать, суетиться. И вот выходные дома, я считаю, для себя это вот самый лучший отдых. Ну, мы вам желаем такого отдыха. Я вас тоже благодарю за интересную беседу. Я, кстати, впервые вообще беседую с Рейнбеком, хотя, конечно, наблюдаю. Ну, мы их так-то друг друга знаем давным-давно. Да, друг друга знаем, да, встречаемся, как дела, все окей и так далее. Поэтому я открыла где-то вас. Спасибо. С самой приятной стороны, естественно. Спасибо. Кстати, Динара мне об этом говорила, что вы очень приятный молодой человек. Спасибо, Динара. Я вам желаю только удачи, вашим малышам здоровья, вашей жене красоты. Спасибо. Ну, а нам всем в Новом году всего самого-самого замечательного. Да, я хотел бы, ну, девочки, в первую очередь вас поздравить с этим нашим весенним праздником и с Новым годом. Да. Да, и пожелать вам, чтобы вы всегда оставались такие энергичные, жизнерадостные, цветущие, красивые. Спасибо. И телезрителям вашим также пожелать вот любви, согласия, удачи. Спасибо большое. Я присоединяюсь к словам нашего героя сегодняшнего и желаю всем благополучия и, самое главное, конечно же, крепкого здоровья. Ну, а у Роскотто Болсон. А также благодарю нашего официального партнера салон мебели «Люсо». Встретимся с вами ровно через неделю. Не скучайте. Всего доброго. Компания «Люсо» – это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей. Сичес, Капеллини, Тосканова. Сделанные вручную и по индивидуальному заказу. Мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества, гарантированные европейскими стандартами. «Люсо» – это роскошь, достойная вас. «Люсо» «Люсо»